Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, что я очень хорошо понимаю ваше чувство, понимаю вашу позицию, это не дежурная трата. Я действительно понимаю вас, понимаю, что биологические чувства, они дают особенно действительно 30 лет. Для многих женщин это некий такой перевалочный пункт. Да, после которого уже кажется, что родить будет сложно. Вы знаете, вот именно потому, что я вас хорошо понимаю, именно поэтому, мне представляется достаточно сложным отвечать на ваш вопрос. Потому что, знаете, есть такая штука, рационализм. И рационализм здесь будет не на вашей стороне. Но на вашей стороне есть то, чего вы хотите, как это не парадоксально звучит. На вашей стороне есть то, что вы с самого начала, изначально, поставили мужчину в известность о том, для чего вам эти отношения. И мужчина вроде как согласился. Понимаете, вот честно вам скажу, говорить о том, что вы не правы в том, что хотите замуж и хотите ребенка, не знаю, мне кажется, что в данном случае это не совсем правильно. Говорить о том, что ваш мужчина не прав, что он неверно поступает. Ну да, в большей степени именно мужчина неверно поступает. Потому что именно он, прожив с вами уже один год, ну, прожив с вами вместе один год и еще полтора года до этого встречает, ну, мужчина мог бы уже, в принципе, созреть. И если у него страхи, то это его проблемы, которые можно разрешать, кстати говоря, психологам, если бы у него было на это желание. Но мужчины, к сожалению, не так охотно идут на работу со специалистом в этой области, как женщины, и в результате имеют место множество проблем. Ага, понимаете, вот почему я говорил изначально, что рациональность не на вашей стороне. Потому что в вашем бисьме есть, ну, знаете, в вашем бисьме есть несколько моментов, на которые я обратил внимание. Первое. Это то, что вы сравниваете себя, ну, или вот свои поступки с другими девушками. То есть вы изначально поставили своего молодого человека перед фактом, что вы хотите ходить и ходить и замуж, и в отличие от других девушек, которые делают хитрые ходы. А не каждый вопрос. Почему вы сравниваете себя с другими девушками? Почему вы так вот реально от них от них отнесаться? Может быть, именно хитрый ход и помог бы вам, помог бы вам ненавязчиво, незаметно получить то, что вы хотели бы. Потому что мужчина это человек логики, мужчина это человек мыслящий формально И иногда из-за этой формальности мужчине бывает очень сложно принять решение Ну вот как вы уже наверное догадались, принять решение, которое как-то будет влиять на его жизнь Если бы вы поступили иначе, ну может быть ничего бы этого не было, может быть все было бы хорошо То есть я хочу сказать, что может быть, если бы вы как раз таки не жрали таких хитрых ходов У вас уже все бы было Но мы имеем дело с тем, что есть И давайте обратим внимание на следующий такой ключевой момент, который очень важен Значит вы пишете о том, что, вот вы пишете, когда вы подавляли в себе эту навязчивую идею То есть навязчивую идею выйти замуж, как я понял, и завести ребенка Вы видели, что мужчина совсем не собирается делать никакого предложения То есть ему так удобно Вот вы сами называете здесь свою мысль, свою идею навязчивую То есть вот вам для чего-то очень сильно нужен ребенок и для чего-то очень сильно нужно дамушество В купе с тем, что вы сами хотите мужчину, ну вы как бы, вы подготавливаете и подгоняете мужчину, чтобы он сделал вам предложение, да? Ну, у мужчины создается очень нехорошее ощущение, что в браке он просто будет, ну вот, полностью не свободен Вот вообще не свободен И это не ваша вина Прямая То есть мужчина, в принципе, мог бы вам тоже начали сказать, что он не готов, например, делать вам предложение, не соглашаться и так и так далее Но, тем не менее, мы говорим здесь про вас И вот мне бы хотелось вас спросить Вот если вы сами признаете, что ваша идея, она навязчивая Если вы сами отдаете себе в этом отшел То не продиктована ли она какими-то важными личными желаниями, страхами и так далее В конце концов, ребенка можно родить и позже В конце концов, ребенка можно и усыновить В конце концов, можно воспользоваться услугами суррогатной матрии и как-то еще То есть много способов есть сказать родителям, да? Но при этом тогда, когда будет подойдет время Много способов есть сказать родителям для того, чтобы не чувствовать себя заложницей идеи А у меня сложилось ощущение, что вы, не забирая на то, что у вас все идеально Вы все равно заложник этой идеи Давайте подумаем Знаете как? Я вас здесь ни в чем не обвиняю Я специально повторяю это для того, чтобы вы поняли А я ни в чем вас не обвиняю Я не знаю, что вы как-то не правы, нет Моя позиция заключается в том, чтобы вы сами для себя ответили на вопрос Для чего вам за мужество? Что оно вам даст? По вашему мнению, почему вы его хотите? Вы же не удовлетворены тем, что у вас, как вы сами писали, все идеально Да? Вы не удовлетворены Вы хотели чего-то другого Вы хотели брак Вот и давайте подумаем Почему брак для вас так привлекательен? Когда у вас все идеально и мужчина, ну, явно хочет быть с вами Любит вас и вообще Что движет вас? Понимаете, брак это не есть цель какая-то Брак это, ну, естественное желание мужчины и женщины вступить в свои руки Если вы видите, что мужчина не готов, у вас есть два простых варианта Первый вариант Это принять его выбор То есть вы видите, что молодой человек не готов Внять вас в жены И вы, поскольку его любите Вы принимаете выбор Говорите, хорошо Я буду с тобой Когда Ну, когда ты будешь готов Я с радостью твое предложение приму То есть вы отказываетесь как-то вообще давить на молодого человека Либо вы говорите Простите, дорогой Мне уже пора выходить замуж Мне уже пора, значит, становиться молодой женщиной И я не хочу, ну, терпеть, не хочу ждать и так далее, и так далее, и так далее Вы, в принципе, поступили, как это обычно бывает, достаточно двояко С одной стороны, вы вроде бы не приняли его То есть вы ушли Но с другой стороны, вы и вернулись к нему, потому что мужчина вам пообещал Но вы же понимаете, что его неуверенность, она не уйдет просто так Она имеет под собой корень, это неуверенность И она была с ним очень долгое время, это самая неуверенность И она, к сожалению, к сожалению, к большому моему сожалению Просто так не уйдет Она не исчезнет просто так А вы надеетесь, что это произойдет Если вы любите молодого человека Если вы хотите быть с ним То вам как-то идея все равно Замужен вы за ним, не замужен вы за ним Есть у вас ребенок или нет Но замудит свой ребенок для вас Судя по тому, что вы написали Это некая такая отдельная цель, которую вы перед собой ставите А цели, цели, вот ваша, именно ваша цель Это, простите, ваша цель Она для чего-то вам нужна Вы для чего-то хотите ее достичь Мужчина в данном случае воспринимается Как средство для достижения к этой цели И мужчина, вероятно, чувствует как раз таки Что вам, помимо него, нужно еще замужество Что вам, помимо него, нужен еще ребенок А он ощущает себя, ну, таким, знаете, вот Средством достижения этой цели Ну, вот, серьезно, ему это, по всей видимости, не нравится И отчасти поэтому у него есть самая нерешительность А отчасти эта нерешительность есть еще и потому Что молодой человек, он понимает, он чувствует Что вот вы, вот этой вот своей откровенностью Своим таким, вот, знаете, мужским поведением Потому что, ну, это мужчина обычно говорит Вот так вот, да, что я, все, я с тобой Я, там, через год на тебе женюсь и так далее И мужчина чувствует, что вот стоит ему выйти за Как бы стоит ему жениться на вас И он окажется, ну, как бы в полной вообще не свободен А он, по всей вероятности этого, ну, я думал, что он этого боится Он боится не свободы И вам в таком случае, вот в случае, это он действительно боится не свободы Сделать ничего нельзя Потому что страх, он сам по себе не уйдет Не нужно работать Если мужчина не хочет работать То вы либо принимаете нерешительность молодого человека Либо не Ну вот, понимаете, такой вот итог Итог в том, что, с одной стороны, вам нужно переоценить свои цели Понимать, для чего они вам А вы считаете, что? Что замудество ребенок принесут вам счастье Но, вообще-то, и замудество, и ребенок Это сопутствующие элементы нормальных, здоровых, полноценных отношений Свободных отношений Отношения не свободны, если вы давите на мужчину И требуете от него толчих, к чему он не готов И не важно в данном случае, почему он не готов Он не готов И если вы его любите, вы принимаете его таким, какой он ест А если вы не принимаете, а вы не принимаете Получается, что вы молодого человека не воспринимаете таким, как он ест Вам нужен не просто молодой человек, вам нужен муж, отец ребенка, вам нужен ребенок И мужчина это чувствует И из-за этого, возможно, тоже не хочет на вас жениться. И отвечая на ваш последний вопрос. Как быть? Я вам скажу так. Вы после того, как цель для себя переоцените, пересмотрите свои цели, вы после этого ответьте на какой вопрос. Ну вот, достигнете вы замущества. А родите вы ребенка. Не будете ли вы потом тоже чего-то требовать от мужчин с такой-то настойчивостью? Не будете вы ради этой цели вырывать кусок мяса, как вы ее пишете? То есть это все получается, что вы ради того, чтобы поставить нам паспорт и завести ребенка, вы готовы даже с мужчиной раз. Настолько вам это важно. А ребенок-то ведь это по обоюдному желанию, по обоюдному согласию. А мужчина не хочет. И это его право, это его выбор. В данном случае, пока. А вы от него требуете. И понимаете, то, что вы хотите, и ребенка, и замужество, это следствие каких-то желаний. И самое главное, что вам нужно понять, это то, что по достижению замужества и по достижению вашего материнства, эти желания не уйдут. И так же, как вы сейчас родите замужество и ребенка, так же вы будете хотеть чего-то другого. И есть очень серьезное опасение, что вы так же будете требовать от своего молодого человека, уже тогда у мужа, вновь, чтобы он вам дал то, что вы хотите. При этом он может этого даже не хотеть. Я думаю, что вам за счет ребенка и за счет замужества нужно удовлетворять какие-то потребности. Вы эти потребности пытаетесь удовлетворить через молодого человека, в результате чего вы впадаете от него в зависимость. И отношения ваши уже теряют свою прелесть, начинают с ссоры, отношения теряют доверие, отношения перестают быть равноправными, перестают быть свободными. Они становятся в некоторой степени принужденными, в некоторой степени напряжными, натянутыми. И все это потому, что вы свои желания, которые у вас есть, не удовлетворяете. Вам нужно понять, что другой человек имеет полное право не удовлетворять ваши желания, если они вступают в конфликт с его желаниями. И вам тоже нужно понять, что ребенок и замужество – это лишь форт форма ваших желаний. Что ребенок и замужество, если бы это не было формой ваших желаний, были бы вам не важны, потому что главное вам быть молодым человеком. А раз так, начнется еще какие-то подребности. И вы думаете сейчас, что эти подребности вы удовлетворите за счет молодого человека, за счет замужества и за счет ребенка. Это ошибка, не удовлетворите. Подребности будут, потому что вы не осознаете, откуда они растут. Чтобы осознать, нужно просить себя, что, по вашему мнению, даст вам и ребенок, и замужество. И вот то, что они, по вашему мнению, вам дадут, нужно получать уже сейчас. И только став независимый и свободный, вы сможете строить нормальные отношения. Вот, в принципе, и то, что я хотел вам сказать. Наверное, из моего ответа можно сделать такой вывод, что вам нужно, в первую очередь, отработать над собой. Во вторую очередь, если вы не желаете работать над собой, если вы убеждены, что это ваше право, и если вы считаете, что нет никаких проблем, и что это желание совершенно нормальное, и что женщина имеет полное право хотеть замуж и родить ребенка, ваше право, ваше право так считать, тогда я рекомендую вам просто решить для себя, принимаете вы молодого человека или нет. Если не принимаете, скажите ему, что вот, дорогой, ты боишься, ты переживаешь, я вижу, что тебя мучают страхи, пожалуйста, сходи на прием к специалисту, проработай свои страхи, потому что я с ними боролся уже устало, это слишком тяжело для меня. Если ты меня любишь, и ты хочешь быть со мной, и ты свои страхи проработаешь. Если ты нет, то я от тебя уходю, потому что ты не даешь мне того, что мне нужно. Вот, в принципе, два вектора решения вашей проблемы. Какой вектор вы выберете? Причать вам. Может быть, вы выберете сразу два вектора, может быть, вы выберете какой-то один, который вам ближе. А я так надеюсь, что о своем выборе вы не послете, и будете жить счастливо, будете стремиться к тому, что вам дорого и нужно. Хотя, я бы, если честно, поработал бы с вами относительно того, что женщина вообще получает от мужчины в отношениях, а что нужно ей самой получить для себя. Но это уже по вашему желанию, безусловно, тут навязывать и говорить о том, что это прямо вот нужно вам. Я бы не стал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!